Конфликт между тем, чтобы быть своим в этой стае, или все-таки жить по-своему и иметь свои цели. Вот в этом смысл цельности человека. Вот он если может этим заниматься, да, оторваться от этой толпы, значит вот он кто-то. У него есть имя там, у него есть, не знаю, знаки отличия. А если он как все, тогда вот он как все. Вот это как выбирает, выбирает идущий дорогу, вот, и все. Да, я согласен с вами, Ксения Владимировна. Очень сложно, тот пример, который провели с айфонами в подарок, когда не удовлетворены базовые потребности семьи, наверное, говорит не о том, что человек не может думать, а скорее всего о том, что он не может преодолеть конфликт другим образом. Да, то есть легче следовать вот этому общему тренду, ориентироваться на ту референтную группу, в которой находишься, потому что там понимается уровень успешности в зависимости от обладания вот именно такими гаджетами дорогостоящими. Если они у тебя есть, то ты из себя что-то представляешь. А сопротивляться этому очень трудно. Да и стоит ли сопротивляться, если нет конфликтной ситуации? Если уровень доходов достаточный, нет проблем. Но как только возникает конфликтная ситуация, тогда и нужно переосмысливать. Конечно. Если нет конфликтной ситуации, если, в общем, уровень потребления соответствует уровню дохода, то ради бога. Здесь еще, конечно, возникает вопрос нашей финансовой полности безграмотности и неумения планировать свои финансы. Но это уже совсем другая песня, нас мы все этому не учили. И, в общем, в советское время было не нужно этот набор ввелить. Как планировать свои деньги, как вообще брать кредиты, на что их брать, зачем их брать, как их отдавать. Отсюда вот эта проблема у нас, не отдавание кредита, отпуск в кредит, машину в кредит, телефон в кредит, все в кредит. Вообще, я даже не понимаю, как такой человек полностью демотивирован становится. Он уже отдохнул, а потом целый год платит кредит по этому отпуску. Понимаю, да. Тут тоже странные ситуации. Но вот возвращаясь все-таки к нашей ситуации, да, я думаю, что сложно человеку просто приоритеты расставить. Очень сложно вот в этих своих потребностях. Он не может четко сформулировать свои цели. Вот в чем у него проблемы бывают. Он не знает, чего он хочет. И частично в этом виноваты. Вот наши средства массовой информации. Я вот их как-то нападаю на них. Потому что... Вот я на них нападаю. Потому что я как-то интересовалась этим вопросом. И могу сказать, что довоенная реклама, она говорила только о потребительских качествах товара. То есть вот эта машина хорошо, потому что она быстро ездит, потому что она легка в управлении, потому что она меньше потребляет бензина. Сейчас у нас совершенно как бы нет акцента на потребительских качествах товара. А есть просто, не знаю, удары, удары по базовым потребностям человека, который используется маркетингом совершенно безжалостно. Манипуляция. И люди этому поддаются. Манипуляция. Согласен с вами. Согласен, да. Да и не только у вас вызывает это протест. Но это уже отдельная и очень серьезная тема. Да. Спасибо. Это все в другой раз. Да, Ксения Владимировна, спасибо вам за эту дискуссию. Я думаю, что она была взаимно интересна. И мне тоже было интересно узнать от вас много нового. Поэтому...